И завершить нашу сегодняшнюю программу интервью Лилии Макеевой с известным актером и режиссером Михаилом Казаковым, побывавшим недавно в Германии. Михаил Михайлович, почему вдруг вы оказались именно в Кельне? Меня пригласили с детскими концертами. Я же в основном, как вы слышали, читаю поэзию от Пушкина до Бродского. Пригласили сюда и сказали, что здесь есть люди, которые еще любят поэзию и готовы ее слушать. Бродский сказал, что любители поэзии, настоящих во всем мире, один процент. Увы, он прав. Но я знал, что в Германии на те четыре концерта, которые я должен был прочитать, на четыре зала, где сидят 250-400 человек, вот это как раз тот процент. И я не ошибся, это была замечательная публика, и я с удовольствием работал. Вы не перебирали свой репертуар, ведь он у вас очень обширный. Он очень обширный, но я теперь строю выступление, конечно, в зависимости от учета и географии иногда, с учетом того, что я человек, который жил в Израиле и живу там и в Москве одновременно. Я понимал, что приходят русскоговорящие мигранты. Даже с учетом того, что в зале, скажем, сидел Лев Копелев или Леонская, которая дружила с Бродским. Вообще позволяю себе импровизационно иногда строить программу. Я знаю тему и иду. А вы Германию как воспринимаете? Ваша страна? Я в Германии второй раз. Первый раз я играл здесь с Эфроссом, то есть Эфроссовские спектакли. Сейчас я второй раз, и мне везло в Германию. Я думаю, что если бы я здесь жил, то я бы знал язык. Вот главная моя мечта, несуществимая. Я думаю, что самое большое несчастье, что я не знаю языков. Наше поколение, мало кто, особенно из актеров, знал языки. Ну, мне кажется, что вот если бы я приехал в Германию, скажем... Нет, конечно, я не выучил бы язык так, чтобы читать Герд. Это ясно. Надо с детства этим заниматься. Но все равно даже если бы я не знал языка, я бы-то пытался воспринимать Германию через музыку, которую я люблю, литературу и живопись. В свое время ваш отъезд был для многих, может быть, даже шоком. Потому что вы были настолько признанным и любимым артистом. Более того, вы начали ставить кино, на мой взгляд, просто откровение вашей картины. И вдруг вот такое решение. Телевизионное кино, уже не было денег, чтобы снимать. Главное, моя работа, если мы были на телевидении последние годы, я как почувствовал, что это все заканчивается. Изменилось телевидение, и художественности там сегодня, к сожалению, нет места. И я не верю, что телевидение стало хуже. Оно стало другое. Когда я уезжал в 90-м году, не было спроса на поэтические вечера. Совсем. Я растерялся просто. А у меня ребенок, Мишка маленький, семья была. Пять человек, сегодня уже шесть, Зойка родилась. Вот это я пытаюсь все проанализировать в книге. Третий звонок. Другое дело, что никогда не порывал внутренне с Россией, и поэтому не случайно мой возврат сейчас туда. Жалею ли я обо всем, что произошло? Да, мне кажется, что очень жалею, а иногда совсем не жалею. А вот сегодня, именно в Германии, скажу так. Не надо ни о чем жалеть. Все, что произошло, для чего-то произошло. Я работал как бешеный. Я учил язык напараллельно. Я играл, я ведь очень много там, видишь, игры хорошо или плохо, но сделал. Я сыграл там, допустим, Бричарда Третьего. Я сыграл любовник Пинтера на двух языках. Я поставил несколько спектаклей в театральной студии. Я прочитал массу концертов по-русски. Я сделал четыре спектакля по-русски. Я снялся в Петербурге в фильме, и снялся в одном московском фильме. И написал книгу. Вот как минимум, не считая гастроли в Америке два раза, и в Латвии, и так далее. Но другое дело, звучно ли это, успешно ли это, так как это было когда-то, трудно сказать. У вас очень маленькие дети и очень большие внуки. Что для вас значит ваше продолжение? Задумываетесь ли вы об этом? Иногда грустно задумываюсь на эту тему. Ну, что Бог дал. И, конечно, мои маленькие дети, хотя и старшие дети, не все важные, и внуки тоже. Но сосредоточие, это, естественно, мои почти 62 года, мои маленькие дети. Хотя я очень люблю старшие. Граждане какой страны, и вам бы хотелось их видеть? Не знаю. Мы не думаем? Думаю. Но что им Бог пошлет? Вы оптимист по натуре. Не думаем. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова